Это танки с Т-34, первый выпуск катка. Там с Клим Ворошилова даже нашел трак. Есть бочка немецкая. Все оно интересное, кто понимает. Допустим, Валентайм гусеница с танка. Их мало было. Они же лендвизу поставлялись. Их на кораблях поставляли немножко. Это немецкий пулемет МГ-42. Такую богатую коллекцию боеприпасов и предметов времен Второй мировой войны мелитополец Андрей Гнездилов собирал почти 8 лет. А три года назад мужчина решил не прятать свое богатство от соседей и прохожих. И теперь люки, катки, гусеницы, гранаты, противотанковые мины и даже немецкий пулемет стали частью забора во дворе Андрея. Необычный музей под открытым небом пользуется огромной популярностью. Его даже пришлось колючей проволокой оградить. Вот хулиганы. Вырвали колесо с танка. Панцер-3. Небольшой каток был здесь. Вот от него остатки сварки. Приварил крепко, но взяли. Видно, кому-то понравилось. К такому своеобразному увлечению своего соседа люди относятся спокойно. Местные детвора даже деньги здесь берут со случайных туристов. Ну, люди проезжают, просто проезжают по дороге. Увидели, назад сдают и сюда приезжают, смотрят. Прохожие фотографируют все. Не довольна происходящим только 90-летняя Анастасия Алексеевна. Хотя старушку тревожит вовсе не то, что любой из экспонатов, которые коллекционер покупал на пунктах приема металлолома, может сдетонировать в любое время. А кому нравится? Вот закрыл мне сзади стенку. Она и так у меня темно в комнате. А он еще стенку стальную закрыл. О существовании целого склада боеприпасов, который Мелитополец долгое время хранил в своем частном дворе, прямо под открытым небом, ничего не слышали ни местные правоохранители, ни сотрудники МЧС. Только сегодня весь взрывоопасный арсенал Андрея Гнездилова был наконец-то обследован. 26 числа сотрудниками оперативно-композиционного центра города Запорожья, Запорожья, при мониторинге интернет-изданий информационного характера обнаружена информация о том, что в Мелитополе без указания адреса с фотографией обнаружен забор, в котором конструктивные элементы представляют из себя боеприпасы. По результатам проверки уже установленных элементов необычного забора и тех боеприпасов, которые в перспективе должны были стать частью военной инсталляции, было выявлено порядка сотни потенциально взрывоопасных предметов. Все они, говорит Денис Седик, частично разрушены. Но сказать, опасны ли они, можно будет только после полной экспертизы. Ирина Погоренная, Олеся Бричок, Артем Довжик, ТВ5.